Итак, мы с вами идем дальше. Сейчас наша цель научиться создавать автоматическую серию писем для нашей рассылки. Что это такое? Все очень просто. Бывает так, что вы, допустим, не просто даете человеку подарок за подписку, а этот подарок, например, состоит из серии каких-то уроков. Например, это 30-дневный курс у вас какой-то есть. И вам нужно сделать так, чтобы человек получил не сразу все 30 уроков, а получал их дозированно, допустим, раз в день по одному уроку. И с помощью Just Click вы можете настроить вот такую серию из 30 писем. И как только человек подписался, он получает сначала первое письмо, и потом через заданный вами интервал будет получать остальные письма. Это очень распространенная техника, поэтому вы должны уметь ее использовать. Итак, для того, чтобы это реализовать, переходим в раздел «Мои рассылки в личном кабинете». У меня, допустим, группа уже создана, группа подписчиков. Это вот курс по HTML. Изначально, если вы смотрели все остальные уроки, у меня было так, что человек просто подписывается и сразу получает этот курс в виде ссылки на закачку. А можно же сделать так, что, допустим, он не будет получать сразу ссылку на закачку, а будет получать именно вот эту серию писем, где в каждом письме ему будет приходить по одному уроку. Поэтому, допустим, я сейчас создам новую группу для такого варианта. Это, предположим, у меня есть курс по CSS, который состоит из, по-моему, 28 уроков. Я, например, называю CSS28. Здесь, соответственно, напишу курс по CSS. И здесь на дополнительных вкладках, если что-то нужно, меняю, если что-то не нужно, не меняю. Так. Все, здесь ничего не трогаю, нажимаю просто «Сохранить». Вот у меня появился, допустим, этот тренинг по CSS. И мне нужно сделать так, чтобы люди получали его каждый день по одному письму. Я иду вот сюда в серию «Автоматические письма», в раздел «Автоматические письма». И создаю здесь новое письмо. Говорю, что оно будет у меня для группы «Курс по CSS». Нажимаю «Создать». И здесь вот начинаю, получается, создавать эти письма. Изначально создается первое письмо, которое придет у меня сразу после активации. Для этого я ставлю интервал, что оно должно прийти через одну минуту после активации, получается, человеком подписки. Вот здесь вы можете прописать тему. Name – это такой якорь, вместо которого подставится имя подписчика. И здесь, допустим, можно прописать первую часть курса. Вот здесь, соответственно, в самом письме мы даем «Здравствуйте!» name и прописываем, что «Здравствуйте!» И вот ваша ссылка на первый урок. Ну, например, вот так. Это вымышленная страница. Предположим, оно было бы вот так. И название меняю на урок первый. Так, из дополнительной вкладки здесь можете посмотреть. Есть здесь тоже дополнительные параметры. Но, в принципе, мы все их уже проходили. То, что из незнакомого. Это пункт «Отправить подписавшимся в интервале». То есть, это вариант, когда нам нужно отправить письмо только тем, кто подписывался в конкретные дни, например. С такого-то по такой. Это больше для отправки разовых писем. Для автоматических это используется редко. Так, дальше. Имя отправителя, email отправителя понятно. URL сайта. Название. И вот здесь можно сделать исключение, чтобы, если подписчик состоит в какой-то другой группе, он не получал вот эти письма. Но это тоже больше для разовых писем. Для автоматических серий это не так интересно. Так, и, в принципе, все. Создали первое письмо. Нажимаем «Сохранить». Вот оно появилось. Теперь мне нужно добавить второе письмо, которое придет через 24 часа. Я, соответственно, говорю «Новое письмо». Опять выбираю эту группу «Создать». Вот у меня автоматически подставляется порядковый номер 2. И здесь можно, допустим, написать вторая часть курса. И интервал 24 часа. И здесь уже интервал берется от первого письма, от предыдущего получается. Ну и здесь по аналогии пишем как бы второй урок и ссылку на второй урок. Все сохранили. Теперь, если, допустим, у вас такая ситуация. Вы, допустим, добавили 10 таких писем автоматических. И вам нужно добавить еще одно. Но не в конец, а, например, где-то между... После четвертого, допустим. То есть как в этом случае нужно поступать. Мы нажимаем «Новое письмо». Нажимаем «Создать». И вот здесь уже ставим, что оно не третье, вот как у меня, допустим. А мне нужно, чтобы оно было вместо второго. И я ставлю вот второе. И получается, это письмо займет его место. Вот какой мы номер здесь пропишем, место вот этого письма оно и займет. И сдвинет его как бы на следующую позицию. Вот таким образом. И, соответственно, дальше все то же самое. Так, ну я вот добавляйте. Ну, в принципе, добавлю и посмотрим сейчас. Вот которое было второе, оно получается у нас сместилось, видите, на третье. А то, которое я добавил потом, оно сместилось на второе. Вот таким образом это работает. И здесь вы можете еще также отсмеживать статистику. Сколько было каждого из писем отправлено. Сколько было доставлено открыто и так далее. И какие интервалы у этих писем. А вот таким образом создается автоматическая серия. На этом здесь все. Увидимся в следующих видеоуроках.